добрый вечер дорогие друзья говорили показывает всемирный центр в ней но бритулян из города героев шалами естественно в широком мегаполисном смысле этого слова и мы сегодня продолжаем говорить о книге рабом огромные книги мишне тура и мы из нее выбираем какие-то темы сегодня я хотел бы поговорить на тему шума но прежде всего напомним что у нас сегодня уже 8 севана 5781 года опять же посвятим наш урок полному поздравлению ури бенславы всех больных и раненых тема этот шума она конечно тема которая заслуживает самостоятельного и глубокого изучения здесь закон описывает то как практически производится чувак то есть как люди но конечно мы не можем мы не можем говорить об этом если не поговорим о том что это вообще за зверь такой и с чем его собственно говоря видео надо сказать что это понятие труба кричится давайте посмотрим и что это за слово такое слово труба переводе севрита означает возвращение означает возвращение если мы с вами откроем книгу шмуэль то увидим там есть место где это слово впервые используются в значении возвращения уж ну или шмуль ездил по всем городам бениамина и судил народ а возвращался о возвращении его в раму потому что там его дом то есть жил он в раме и возвращение вот туда поэтому там и употреблено это слово труба и вопрос какое-то имеет отношение к моральной жизни человек если мы с вами откроем даже зачем далеко ходить и откроем книгу дворин и увидим и увидим и увидим и увидим и увидим в голове не царь и муж и говорит так говорит муж и таким образом таким образом под 30 глава 30 пырок книги дворин и будет когда придут на тебя все слова эти благословения и проклятия которые отдали перед тобою и вернешь к сердцу твоему во всех народах которые забросил тебя и вот он этот глагол который мы искали и вернешься до ашем илогим твоим и в дальнейшем и он вернется твое возвращение есть еще использование этого выражения а ты вернешься и послушаешься голоса аши то есть мы видим с вами что муж и использует вот это слово вот этот глагол ашу в значении не возвращение в географическое место как это мы с вами видим потом у пророка шну или а в значении морально ментально то есть муж и исходит из того что она очень опасается да он очень опасается перед своей смертью что израиль оставит всевышнего займется служением там не будем говорить кому и чему и кончится все это плохо изгнание из страны к нам поэтому говорит муж и даже если это случится все равно ты вспомнишь ашем все равно ты вернешься к нему и он вернет тебя в страну то есть мы видим с вами что муж и вводит такое понятие как ментальное возвращение возвращение к аше то есть человек удалился теперь он возвращается иными словами ездить очень оптимистическое очень оптимистическое мировоззрение которое говорит о том что как бы человек не удалился от внешнего забыл оторвался ментально и так далее так далее все равно всегда остается вот эта возможность вернуться почему почему такая возможность остается обратите внимание ведь вернуться можно только туда где я уже был если я никогда не был допустим я не знаю там в бирже пример то как не может как ты вернешься в бирже это 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 бизнес вернешься я могу в нее приехать но вернуться можем только туда туда где я был но если я когда-то был бирже пример то я даже покинув ее могу вернуться в нее то есть вернуться это приехать это прийти это достигнуть того места где я уже был то есть муж и обратите внимание на сами эти слова предполагают мировоззрение если мне говорят что ты вернешься это означает что изначально я близок творцу если я изначально я хороший есть я удалился них ушел не знаю свернул на кривой путь и всякие всякие такие вещи да это бывает но есть возможность вернуться есть всегда возможность вернуться потому что я там в этой позитивной точке был то есть мы видим что тура исходит из того что человек изначально сотворён создан хорошим и если он удаляется от этой своей хорошести от творца то это потому что есть какие-то обстоятельства или у него или в окружающем мире на это зависит от него иногда это не зависит от него не важно но это если там моя вина нету в этой моей вины это неважно потому что в любом случае есть момент есть способность есть возможность вернуться вот это я хотел бы прежде всего подчеркнуть и поэтому обратите внимание что все пророки израиля даже не буду сейчас приводить это просто там десятки таких местности не больше все они призывают вернитесь ко мне вернитесь ко мне я вернусь к вам то есть есть всегда возможность вернуться в ту точку близости которая была интересно кстати по этому поводу задать вопрос например допустим человек который действительно когда-то был в хорошей позитивной точке а потом его сососала опасная трясина ему есть куда вернуться но возникает вопрос возникает вопрос а если у человека никогда не было ничего хорошего он никогда ничего хорошего не знал если у такого человека возможность вернуться или уже для того чтобы эту 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 проблему заострить и поставить и решить гмара рассказывает нам это в трактате не ошибаюсь рассказ который вряд ли является исторически то есть понятно что это не какой-то конкретный исторический рассказ а это некая притча которую которую наши мудрецы сочинили чтобы подчеркнуть мысль которую не хотят понимать там говорится жив был человек там даже имя ему сочинили имя этого значимое на иврите и на аравите но пока ноги не интересует человека этого одну секундочку техническая трудность человека этого звали элиазар бен дудая нравится вот эти вот осадки то что осаждается на дне бочки с вином и за мой бы сегодня тут не осаждается тогда это сажда то есть это какой-то намек на то что он человек который был на самом дне что называется в горьковском смысле этого слова и вот про него говорит там гора ты знаешь этот ли назар бен дудая это был человек мы совершенно деградил он всю свою жизнь занимался тело только тем что бегал по проституткам ведь если он узнавал что есть какая-то такая вот представительницы этой профессии где-то еще у которого он тут же бежал туда преодолевал там реки моря не знаю что и посещал ее и вот в этом собственно и была вся его жизнь и мы видим что гмара специально человека который никогда ничего хорошего понятно что всем были когда-то маленькими детьми и что-то хорошее было еще не запачканное но он этого вероятно уже не помню вот такой он был весь грязный и что рассказывает гмара что однажды он услышал что вот есть еще одна такая женщина у которой он не побывал он собрал там свои деньжата и за это были деньги него и он значит к ней приехал и когда она его принимала гмара сказать что не особенно щадить наше нежное сознание она приводит и грубые картины гмара говорит что когда они вот занимались там сексуальной деятельностью то она еще извините пукнула вот такая вот ситуация для чего для чего агмара это приводит даже показать насколько эта ситуация ну совсем гнила и вонючая и она эта женщина сказала вот так же как вот это извините пуканье никогда больше не вернется то место из которого она вышла так и лазар бен дурдая никогда не сможет сделать шуру сгмара вкладывает этой женщине вот эти слова потому что даже она уже пила что вот такого абсолютно деградированного клиента у нее не было всегда есть люди у себя у всех проблем у всех из инстинкта у всех от слабости но когда у человека вообще пробовано что называется негде ставить он весь превратился совершеннейшего свинтуса потерял человеческий образ и она говорит смотри ты совсем пропащий ты никогда не сможешь вернуться ты уже в этом болоте даже она поняла что имеет дело совершенно деградированным элементом и эта фраза произнесенные ей в такой ситуации произвела на и лазара этого впечатление потрясающе ему вдруг стало страшно вдруг он посмотрел на себя со стороны и понял что даже она которая находится наверно недалеко от него смысле морального разложения и она видит насколько он язык и когда с ним это произошло гмара говорит он вышел на берег моря я не точно помню подробности смысл такой что он обратился сначала к планетам солнцу звездам и сказал планеты солнце звезды помогите мне похлопотите за меня человек обращается каким-то природным вот таким вот мощным силам чтобы опереться на них они ему там все отвечают слушай нам не до тебя нам бы своим проблемами разобраться почему потому что кто сказал что мы вечны из праводчества которые говорят что и небо изменится и земля изменится поэтому ты ведь извини но нам не до тебя мы обеспокоены своей судьбой своим будучи тогда он обращается горам к рекам я не помню к морям чему только не обратить короче все ему отвечают слушай дяденька на свои проблемы ты нам не мешай мы сами знаем что делать и что будет лучше и тогда говорит гмара и лазар бен дурдая понял что это зависит его возвращение его изменения его подъем зависит только от него только от него и там описывается он сел на берегу моря положил голову между колен между ног и зарыдал и умер вышел голос и сказал раби лазар бен дурдая приглашается в улям оба то есть приглашается будущий мир короче он заслужил и получил этот шуву и так далее понятно что гмара эти рассказ сочинил много людей на белом свете есть но такого человека у которого ну вообще ничего такого светлого пятна но мара специально взяла персонажа у которого не некуда было ему вернуться он не помнил ни малейшего ни малейшего какого-то светлого пятна в своей жизни и что мара хочет сказать окей у него не было момента у него не было момента в котором мог бы вернуться он не мог вспомнить тут ту часть своей жизни когда он был морально чистым поэтому что сделал обратите внимание как описывается его позу положил голову между колен и это поза зародыша чреве матери то есть так как возвращаться ему в его жизни было некуда его возвращение было в тот момент когда он еще не родился потому что там то он точно был чистый хороший обратите внимание и как и гморалис подчеркивает что когда человек рождается он рождается чистый на хорошем если хочет испачкается не хочет испачкается это его выбор но человек не можно сказать что он родился плохим родился у тебя есть склонность к добру склонность козру есть эгоизм есть альтруизм но не сразу все это появляется да там с возрастом но в конце концов когда человек достигает бармитцы это возраст у него есть инстинкт который тянет его к эгоизму инстинкт который тянет его к альтруизму и он между этими используя два эти инстинкта живет причем понятно что оба инстинкта хороший и правильный вопрос кто командует если человек подчиняет своему позитивному инстинкту свои эгоистические склонности тот нормально но если человек и им руководят не руководит эгоизм то понятно что всю жизнь он ставит он ставит свою целью излечения эгоистических удовольствий и получения каких-то своих личных наслаждений они то чтобы сделать кому-то другому хорошо и для этого используют свои инстинкты то есть например когда сегодня говорят о любви сказать что современная культура она трудно вписывается в это слово то есть трудно при при прикрепить слова любовь к тому что сегодня имеет в виду почему потому что сегодня словом любовь называют лишь противоположную использование другого представителя кого-то другого я знаю другого пола своего пола это уже дело выбора да но ради того чтобы получить мои свои эгоистические удовольствия то есть это это может быть любовь к себе то есть я использую другие для извлечения удовольствия это не любовь а что такое любой из использовать свои удовольствия ради того чтобы сделать хорошо другу то есть когда когда есть любовь когда есть желание сделать кому-то добро и хорошо ты используешь при этом и свои инстинкты и свои удовольствия к чему это Но, повторяю, у человека изначально он нейтрален, ему даются такие силы, такие силы, делай с ним, что хочешь. И вот здесь Гмана показала нам этим рассказом свое отношение. То есть мудрецы хотят нам сказать, смотри, даже человек такой крайний, как Елизар Бендурдая, которого, может быть, и в помине-то такого человека нет. Но, допустим, такой образ, даже он может совершить чуву все то время, пока он живет. Да, у этой чувы может быть цена, это верно. И в его случае, так как ему нужно было перевернуть всю свою жизнь, а у него ничего хорошего в этой жизни не было, по крайней мере, он не помнил, пришлось ему, эта цена стоила ему жизни. Но, в конце концов, он вернулся. То есть получается, что чува, она возможна всегда. И хотя мы увидим, что потом Рамман говорит, что есть такие нехорошие вещи, чува, в отношении которых затруднена, но это не означает, что она невозможна. То есть, если сказать это более простым языком, чуве все возрасты покорны, и ее порывы плодотворны. То есть всегда она возможна. И поэтому, и в этом залагается великий оптимизм. Теперь вопрос, что это за чува, что она себя представляет, чува. От чува, мы сейчас увидим чуть более подробно, я хочу заранее сказать, что чува – это прежде всего изменение желания. То есть, что значит чува? Вот я к этому относился так, я любил вот такое-то зло. Оно мне нравилось, я имел от него кайф. А теперь я говорю, не-не-не, это было неправильно, и я не хочу этого. То есть, понятие чувы исходит из того, что человек владеет всеми своими чувствами, инстинктами и может решать, что с ними делать. То есть, я могу чего-то, то есть, когда я чего-то хочу или не хочу, это вопрос решения. И вы понимаете, ведь в Торе написана потрясающая вещь. Рамба нам говорила в этом много раз. И люби ближнего, как себя. То есть, есть заповедь любить ближнего. Я тут начинаю, обычно человек здесь говорит, как это возможно? Как можно приказать любить кого-то? Как я его могу любить, а я его терпеть ненавижу? Или наоборот, есть вещи, которые я люблю. Торе говорит, вот эти явления ненавидь, они нехорошие явления. А из чего это исходит? Из того, что любить или не любить, хотеть или не хотеть, это вопрос моего выбора. Это я выбираю. Но понятно, что для того, чтобы сделать пшуву, необходимо, конечно, высокое сознание. То есть, пшува основана на том, что человек понимает. Я не могу перестать хотеть зла, если я не пойму, почему оно зло и почему оно неправильно. Например, есть люди, которые воруют. А почему воровать нельзя? То, что воровать нельзя, все знают. А почему воровать-то плохо? А может быть, воровать – это как раз хорошо? Тебе говорят, что это плохо. Но, возможно, это хорошо. А все время, пока я не пойму умом своим, почему воровать это плохо, я не смогу от этого отвязаться. Если это хорошо, почему же этого не делать? То, что это запрещено – запрещено. Но кто сказал, что это плохо? То есть, пшува возможна только тогда, когда я осознаю смысл своего поступка. Поэтому, опять же, гмара в трактате Юма делит пшуву на две категории. Это известные категории, но стоит еще раз их повторить. Есть категория пшувы, которая делается из страха. И страха перед последствиями. Например, я… Ну, не будем про себя говорить. Товарищ украл бутылку пива из магазина. Пришел домой и с удовольствием ее выпил. Есть люди, многие-то многие, которые любят пиво. Особенно холодное. Окей. Ладно. А потом он сидит и думает. Ой, бабу, зачем же я это сделал? Почему? А вдруг там в этом магазине есть эти видеокамеры, которые все снимают. И этот сюжет уже давно просматривается в капитетных органах. Уже давно выяснили, поняли ли это дело минуту или секунд, что это за товарищ, который там бутылку ухватил и убежал из магазина. Его личность устанавливается, и по его адресу выезжает спецбригада с сиреной, чтобы хвать его и в кутузку. И тут человек думает. Why, why, why? Зачем я это сделал? Мало того, что… Ну, я не знаю, что за это там ему будет. Ну, что-то будет, но ведь это же позор жуткий. Его покажут везде, о нем напишут. Его дети, семья. Все будут говорить, как так? Ты какой… Короче, он боится последствий. Он боится последствий. И он говорит, зря я это сделал, пропадено пропадено. Он уже выпил бутылку, она его, может, не интересует. И он говорит, все. Побегу я. Пока не поздно в этот магазин. Попрошу прощения у продавца. Заплачу за эту бутылку и закрою это дело. Пока полиция за мной не приехала. Прибегает он в этот магазин, запыхавшийся весь. Входит туда, а там вообще никого нету. Ни продавца нету, ни телекамеры нету, ни народа нету. Никто даже не заметил того, что он взял бутылку. И никто не заметил. И он понимает, что на самом деле все его страхи были созданы его воображением. И тогда он думает, какой кайф, как это здорово. Возвращается домой. А может, даже не возвращается домой, а еще одну бутылочку прихватил. Потому что он видит, что нет ни телекамер, ни продавцов, никого. То есть, если чува основана на страхе, то она не может быть настоящей. И не может быть долговечной. Поскольку человек, если ему скажут, смотри, на самом деле страха, на самом деле никаких последствий нету. Да и быть не может. А просто-напросто ты можешь делать все, что хочешь. Да? Здесь ты можешь брать сколько угодно, и ничего тебе за это не будет. Если человек сам не понимает, что это плохо и неправильно, он будет и дальше брать. Но такая чува называется чува из страха. И она легитимна. Так, говорит, действительно, это такая чува, это чува, окей. Хорошо, если человек сделает такую чуву, чем никакую. Но чува вторая, сознательная, или как ее называют, брат, чува из любви, она, конечно, совсем другая. Она основана на том, что человек понимает, понимает, что он делает. То есть, почему вот то, что я сделал, да, допустим, я сделал что-то нехорошее. А почему оно нехорошее? То, что вот он взял и украл эту бутылку. Ну и что? Ну, украл. А кто сказал, что это плохо? Хозяин ничего не заметил, никто не знает, всем до лампочки. Но если человек понимает, что имущество человека – это часть его личности, и поэтому даже неважно, сколько я взял без разрешения, если он решил бы задавать, но если я у него забрал, украл, утащил, неважно, воспользовался без его разрешения, его имущество, то неважно, на какую сумму я это сделал. Потому что любая сумма здесь, она, любая сумма здесь имеет количественное значение, но не качественное. Потому что когда я отобрал у кого-то его имущество, я тем самым его немножко убил. Я как бы взял кусок его личности, часть его личности. Например, приведу вам пример. Если человек, допустим, если вы на глазах у человека, возьмете его, там, я не знаю, ботинки или рубашку, ботинки или рубашку, бросите на пол и будете топтать ногами и плевать и так далее, и так далее. Как на это прореагирует хозяин этих вещей? Он же ведь не только будет думать о том, о, сколько стоит эта рубашка? Или сколько стоят эти ботинки? В конце концов, вполне возможно, что даже вполне возможно, что они самому ему достались даром, но они являются частью его личности. Поэтому, когда человек топчет мои вещи, это означает, и так я чувствую, да? Каждый из нас так чувствует, что он топчет мою личность. Мою личность он топчет, унижает. В этом он как будто меня топчет. Хотя, казалось бы, да, ну что там? Какая-то хлопчатая бумажная рубашка. Разве она что-то чувствует? Даже если у меня миллиард таких рубашек. Но это моя рубашка, значит, он мою личность топчет, мою личность отрывает. Он этим самым меня немножко убивает. Немножко убивает. А ведь действительно, все мы знаем, что если не остановить вот это желание, стремление человека отобрать у другого его имущество, то кончается это, в конце концов, убийством, если не остановить. Когда начинает у человека отбирать его имущество, в конце концов, отберут и жизнь. Это совершенно очевидно. И в нашем мире это доказывается многократно. Иными словами, если я понимаю, что пользоваться чужим имуществом, неважно, без спроса, да, неважно, сколько это, где и на сколько, все это является мини-убийством, немножко убийством, тогда я не буду этого делать не потому, что боюсь позора или полиции, а потому, что я понимаю, потому что я не хочу его убивать. Ведь когда человек, вот этот товарищ, который с бутылки пива, когда он крал эту бутылку пива, ведь он же не думал, что он убивает владельца магазина. Ну, да, бутылочка валяется, да, у него много, я хочу. Но если бы он осознавал, что то, что он делает, это мини-убийство, тогда бы он посмотрел на эти вещи совсем по-другому. И когда человек это понимает, тогда он действительно понимает, что он не хочет этого. Он не хочет этого не потому, что ему за это что-то будет, а потому, что он не хочет, и он понимает, что это неправильно, нехорошо отбирать часть чужой личности. Но опять я повторяю, это только тогда, когда у человека есть высокое сознание. Это очень непростая, чувак. Для того, чтобы проиллюстрируйте, я вам приведу опять же историю из Танаха, из книги Береши, даже не из книги Береши сначала, да, из книги Береши этого примера. И сначала пример с братьями. Братья Юсефа. Они его продают с большим, надо сказать, удовольствием, без ненависти. А потом Юсеф оказывается властителем Египта, и там он становится начальником, через какое-то время начинается голод, и он вдруг видит, как 10 братьев приходят в Египет, не зная, что он Юсеф, и хотят купить хлеба. Он видит, что среди них нет Бениамина, и начинает их запугивать. Говорит, а вы шпионы? И их в тюрьму отправляют. Вы же понимаете, что обвинение в шпионаже, эта статья тянет на вышку. И поэтому братьям становится очень нехорошо. А он подслушивает их разговоры, и они говорят между собой, кто там, между прочим, говорит, Роуэнгл, я вам говорил, не трогайте ребенка, вот ваша кровь его отзывается, и так далее. Понятно, на тот момент они жутко испугались, и, наверное, они подумали, что Роуэнг прав. Действительно, как же так? Человека вот взяли вот так. Вот это за то, что продали Юсефа. Невозможно, они думали, что убить, но это другое дело. То есть, вот да, за Юсефа мы, конечно, здесь и платим. Ай-яй-яй-яй-яй. Но здесь их шува была продиктована страхом. Если бы Юсеф их в тюрьму не бросил и не обвинял в шпионаже, они бы дальше продолжали спокойно жить. Не мешало им то, что они продали Юсефа? Они не понимали, что это плохо. Теперь, а когда после всех этих историй Юсеф отправил их обратно и говорит, давайте сюда Бениамина, младшего вашего брата, и они его привели, он отпустил Шимона, все хорошо, езжайте домой, будьте здоровы, живите богатые, отправляют их домой. А по пути посылает своих людей, те устраивают обыск и, как известно, подложили чашу Бениамина. Ага, говорит, все, вот кто украл, тот будет рабом, а вы, значит, уходите к папе, вы не виноваты. И если бы братья во главе с Юдой, там Юуда играет главную роль, если бы они не совершили к тому времени сознательной чувы, то есть не пересмотрели бы свое отношение к этому поступку, то, вероятно, вероятно, так оно бы и произошло. И на это рассчитывал Юсеф. Юсеф говорит, конечно, конечно, мало того, что они меня ненавидели, так тем более они будут довольны еще избавиться от младшего брата, чтобы от Юсефа вообще ничего не осталось, от Рахели ничего не осталось. А они в это время возьми, да поведи себя по-другому. Юда говорит, нет, мы его не оставим, мы все виноваты, мы все пойдем в рабство, мы наши ослы и так далее. Он говорит, нет, уезжайте, нет, мы не уедем и все вместе вернулись. Но когда они все вернулись, Юсеф тут, конечно, не ожидал, признал, что он Юсеф и так далее. То есть мы видим, что здесь был экзамен для братьев на то, действительно ли они, действительно ли они сделали сознательную чуву. А почему они сожалели о продаже Юсефа? Потому что он их бросил в тюрьму или же они поняли, что продавать своего брата, ненавидеть своего брата, пытаются от него избавиться, тем более убить это неправильно, потому что мы все сыновья нашего отца. Ты не имеешь права решать, вот этот отчислен, этот не отчислен. Уж по крайней мере точно не тебе это решать. Если папа кого-то отчислил, это его право. Но братья, которые пытались друг друга отчислить, не имеют этого права. И когда они поняли, что братья, хотя и разные, и не согласны, но они являются частью вот этого единого целого, которое называется сыны Якова, то тогда Иуда взял на себя общеизраильскую ответственность и сам был готов сесть в тюрьму вместо Бениамина и вместе с Бениамином. Это был уже экзамен на понимание, потому что они могли спокойно его оставить и уйти. Нет. Они готовы были пожертвовать жизнью и свободой ради того, чтобы больше не оставлять своего брата в беде. И уж тем более они не сдавать его, не продавать его, не убивать его. И когда Юсеф признался им в том, что он Юсеф, они, конечно, были ошеллены, и он открыл великую тайну, великую тайну Чува. Он сказал, ребята, вы не думайте, то есть вы сожалеете, да, конечно, что продали меня, да, и думаете, что это было ужасно, но вы, вы, не жалеете. Почему? Это на самом деле было к лучшему. Ведь вы думали обо мне зло, а Ирлухин пришел к добру, чтобы спасти вас от голода сейчас, если бы я не оказался здесь, то не только Египет, но и вы бы, вся страна к нам, и вся наша сеня умерли без голода. Поэтому слава Богу, Баруха Ашем, что вы меня продали в Египет, и что я стал здесь начальником, и спас весь мир от голода, в том числе и вас. Почему он им сейчас это рассказал? Он им это рассказал, потому что он понимал, что они, они сделали настоящую чулу. И когда они сделали настоящую чулу, сознательную чулу, то они поняли, что то, что они сделали, это уже не их поступок. То есть Юсеф понял. Юсеф сказал, вы оторвали, я вижу, что вы оторвали свое желание совершенного поступка, вы больше его не хотите, вам предоставилась возможность снова предать своего брата, причем без всяких усилий, и без всяких убийств и продажи, а просто оставить его от безвыходности. И вы этого не сделали, значит, вы пересмотрели свое желание, значит, этот поступок не ваш, этот поступок не ваш, а он теперь ушел ко Всевышнему, тот использовал своих замечательных целей. То есть здесь заключается вот эта та самая великая разница между пшувой из страха и пшувой из любви. И говорит Морашик, пшувая из страха просто снижает юридический уровень преступления. То есть человек, который делает пшуву из страха, ему это засчитывается как будто ошибка, то есть если бы он знал о всех последствиях, он бы этого не делал. Ну, тогда это ошибка. Но когда человек делает пшуву сознательно, то он прекрасно понимает, что он не хочет. Он не хочет того поступка, который он сделал. Он отрывает себя от него. И тогда Всевышний берет на себя этот поступок. А вы скажете, а как же получается, что он ничего не платит? Нет, конечно. Придется платить по счетам, потому что необходимо компенсировать тот ущерб, который он нанес. И мы с вами знаем, что понадобилось там чуть ли не сколько, да, тысяча лет, наверное. Нет, больше тысячи лет, пока наконец эта история с продажей Юсефа не была оплачена, когда 10 великих праведников Израиля мученически погибли от рук римлян, в том числе Раби Акиба, и их смена была искуплением в этой истории. То есть заплатить то по счетам заплатили. Израиль мы заплатили эту цену, но тшува была принята тогда. Что такое тшува? Тшува это когда мое желание меняется. И в момент, когда я совершу тшуву и не хочу больше этого нехорошего поступка, а хочу добра, это и определяет мою близость со Всевышним. Рабам нам еще это расскажет. То есть что определяет мою близость с Творцом? Мою близость с Творцом определяет мое желание. Мое желание. Я хочу того, чего он хочет. По-настоящему, да, не как будто мы вместе. Я хочу других противоположных вещей. Близости нет. Теперь еще только хочу рассказать еще одну историю, которая была еще до братьев, вернее, она рассказывается до братьев. это история Иуды и Тамара в книге Береши. Первый человек, который сделал чуву, сознательную чуву, это был Иуда. Что сделал Иуда? Как известно, у Иуды было три сына, и он выдал первого своего сына, женил своего сына на Тамар. Тамар тот умирает по своим проблемам. Не буду сейчас заходить в эти подробности книги Береши, они описаны. Он ей дает второго своего сына, тот тоже умирает. На это Иуда говорит, не, так дело не пойдет, мы будем подождать. Если дам ей своего последнего третьего сына, то она его докадает. Он уже не знал, что они по своей вине. Ладно, но по тем временам она не могла после этого выйти замуж, поскольку она была замужем за этой семьей. И поэтому была обязана ждать этого Шелу, третьего сына Иуды. Он сказал маленький подрастет, я тебе его дам. А потом она увидела, что он подрос, она ему не дает. И тогда, как известно, Тамар сама переоделась и подловила Иуду на перекрестке, забеременела от него, а он мне оставил свои какие-то атрибуты, печать и прочее. И когда ему сказали, ты знаешь, Тамар беременна, а это означало, что она развратничала в статусе замужней женщины, она была связана с его семьей. И тогда Иуда сказал, окей, выведите ее и сожгите ее, такое было наказание. И она послала Иудея вот эти его атрибуты и сказала тому, чьи вот эти вещи, я беременна. Она ведь могла сказать, смотри, это твое, я от тебя беременна. Но это было позором для него. Она не хотела его позорить. И послала ему, полагаясь на его благородство. И когда Иуда увидел свои вещи, он понял, что она права. И он признал публично свою штуку, сказал, она права, потому что я не дал ей шеллу. Все это было правильно. Он признал свою неправоту. Первый человек, о котором Тора рассказывает, что он сделал штуку, признал свою неправоту и изменил свое поведение, это был Иуда. Потом мы с вами видим, что и в истории с Давидом, Давид потомок Иуды, тоже была грандиозная тшува, но это тема в книге Шмуль. Поэтому я сегодня хотел бы ее перед тем, как мы с вами займемся уже подробностями, что это тшува и как ее делают, как это конкретными вещами, прежде всего обрисовать и показать, насколько это возможно, что это за вещь такая, что это за понятие такое тшува. И действительно, когда ты понимаешь, что тшува существует, то это означает, что человек может изменить все. Я бы назвал, я называю для себя, мое название тшува – это машина времени. Почему? Потому что если ты используешь тшуву, ты можешь исправить не только то, что вот сейчас происходит, но и все, что было в прошлом. Если я связан со своими поступками, своим желанием, так ведь я могу изменить свое желание в отношении любых поступков, которые были в прошлом. и поэтому тшува, она дает колоссальный оптимизм. Всегда и в любой ситуации я могу сделать тшуву когда-то. Это будет сложнее, легче. Это уже подробности. Но тшува, она всегда возможна, и ничто не может устоять перед тшувой. В тшуве все возрасты покорны, ее полы и плодотворны. Если у вас есть вопросы, то пришло это время. А по предыдущим занятиям можно? Можно. Вопрос о даровании Торы. Я могу сейчас его сформулировать. Мы знаем из метражей, по крайней мере, что в момент после откровения народ поднялся на очень высокий уровень. А потом он потихоньку спускался. Там, скажем так, знатой телец, а потом ошибка разведчиков. И после ошибки разведчиков получилось, что 40 лет и запись Торы в одном варианте, насколько я помню, в течение 40 лет, а в другом варианте в конце жизни. Но в любом случае, это уже после этих двух событий происходило. Вопрос такой. Если бы народ не совершил ни телца, ни разведчиков, то Тора бы когда появилась в полном объеме, в другом варианте, или она сразу на горе появилась, непроявленной, вот непонятен какой-то момент. Если я смог сформулировать вопрос. Я понял. Если бы события пошли по-другому, то и Тора было бы по-другому, естественно. То есть, что именно тогда, понятно, что именно было во время Синайского дровения, откровения, кроме десяти речений тогда? Что все-таки именно было дано, что народ уже знал в этот момент? Ничего, а ничего кроме этого не было дано. В том-то все и дело. Что мы слышали эти десять речений. Это был невероятный шок. Мы там все поумирали. Потом мы все ожили. И после этого начался долгий процесс получения Тора, который проходил все 40 лет. Если бы мы не сделали Тельца, если бы мы не сделали то, что сделали разведчики. Понятно, что все было выглядело бы по-другому и гораздо более быстрее. То есть, в любом случае бы тогда то, что сейчас воспринимается как пятикнижие, оно может быть было в каком-то другом виде, но все равно в общем-то видит, как информация была бы дана уже после откровения. То есть, окей, понятно. Да, но она просто бы выглядела бы по-другому, потому что Тора дается не в безвоздушное пространство. Тора дается конкретным людям в конкретной ситуации. Окей, понятно. Спасибо. Пожалуйста. Есть еще? Да, я бы хотела уточнить. Ну вот, значит, почему человек понимает, что ему нужно сделать шуму? Я думаю, что, наверное, он больше не может находиться в этом адском состоянии, в котором он себя привел своими поступками. Да, и он понимает, что ему он в тупике, то есть он шел, я просто на примере своем шел-шел, я пришла просто к тупику и начала пересматривать свою жизнь. И потом поняла, что я жила не так. И вот тогда я поняла, что мне нужно сделать шуму и начала уже какие-то искать. То есть, приходить к тому состоянию. Ну, Елизар, он пришел, к позе зародыша, да, а я вот искала, искала и нашла, то есть из детства состояние, когда вот это вот светлое чувство, которое у меня было в душе, в детстве. И я вот пыталась вот это возродить в себе, чтобы начать как-то заново жить. Вот это я имел в виду. То есть у каждого из нас есть момент, особенно в детстве, куда он может вернуться. Помните, в этом фильме украл, выпил в тюрьму, да? Романтика. Но и у него, у этого героя, когда он украл, он проиграл, у него был, как же, вот у меня был, когда вот было детство, юность, будет хорошее и так далее. Потом он встал, там так далее и так далее. То есть у этого товарища просто нечего было вспомнить. Понятно, что это не наш случай, потому что у каждого из нас всегда есть что-то хорошее, что я могу вспомнить. Да, и вот мне еще интересно, я вот для себя открыла сейчас новое, что оказывается, что в иудаизме, даже если ты сделал шоу, все равно расплата будет. Правильно же, да? Есть компенсация нанесенного ущерба. То есть, например, я разбил стекло в подъезде. Я говорю, ребята, вы знаете, я не хотел случайно, да, мы играли в футбол, я помню, в детстве. Разбил стекло. Окей. Они говорят, ну, высадок, понятно, мы все понимаем, но стекло-то нужно заплатить. Теперь, но, но тут тоже не все так просто, потому что чем глубже шуба, чем она осознательнее, тем мягче плата. Понятно. В православии нет расплаты после так называемого покаяния, это они как шубой называют, совсем нет. То есть, если ты пришел к батюшке, ты рассказал свой грех, ты его осознал, все, расплата никакой не будет. Обратите внимание, что шуба включает, прежде всего, не только признание, Рамма будет об этом говорить, но изменение желания. То есть, если я пришел, рассказал, вот такой-то я, такой-то нехороший, а внутри у меня ничего не изменилось, тогда это не шуба. Шуба – это изменение желания. Это не то, что я признался кому-то, ты знаешь, вот я такой пьяница, ты, 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 окей, признался, а потом пошел и продолжает дальше. Ага. А еще вот такой, шуба, если перед страхом за то, что ты сейчас, допустим, Лошуна, расскажешь, да, и все равно тебе будет потом плохо, а дача будет все равно за свое плохое действие. Вот это является, ну, не совсем, наверное, шубой, да, не до конца. Шуба, и то, и другое, это шуба. Но понятно, что когда я меняю свое желание, свое отношение, потому что я опасаюсь чего-либо, может быть, даже опасаюсь вещей очень таких тонких, да, там, неприятных ощущений или самосознания и так далее, но все время, пока я, у меня играют центральную роль какие-либо опасения о последствиях, то это еще не высший сорт, потому что в конце концов я тут думаю про себя, понимаете, то есть если бы я точно знал, что никаких последствий не будет, ни душевных, никаких-никаких, а я буду чувствовать себя прекрасно, и никто, ни угрызений совести не будет ничего, то я бы, наверное, стал продолжать, но если человек понимает, что эта вещь неправильная, то тогда, даже если нет никаких последствий, даже тонких, душевных и так далее, все равно он не будет этого делать. Очень спасибо большое, очень познавательно, очень полезно, спасибо. Я рад, я рад, если сейчас у нас вопросы, если появится. А можно маленький, в агниционный вопрос? Я слышу. Алло. Да, да. Маленький агниционный вопрос, а Давида будем в этом, в рамках этой темы разбирать, или нет? Давида? Я не знаю, будет ли, я не помню, приводит ли его, приводит ли его радом, но мы разбирали историю с Давидом очень подробно, когда изучали книгу Шмуль. И можно посмотреть эти уроки. Понятно. Окей, тогда остановимся сегодня здесь, всего хорошего, живите здорово, будьте богаты, и до следующей встречи. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Спасибо.